Всем привет! Говорит GetFun и в этом видео я сделаю предварительный обзор возможных изменений веток командира. Новая ветка была обнаружена во время открытого теста 0.5.1, во время первой интеракции. А останется ли она такой, далеко не факт. Сомнения по этому поводу обоснованы тем, что во второй интеракции перки вдруг вновь стали как и прежде. Но пропустить такой маленький слив было бы кощунственно. Давайте посмотрим, что же там перекроили и каково оно будет, если их такими и оставят. Начнем с первой ступени. Ни для кого не секрет, что мастер заряжающий был аутсайдером на ступени, за счет того, что минимальный прирост смени снарядов был никому не нужен. Очевидно, что перк рассчитан на линкоры, и перезарядка с 30 до 21 секунды, к примеру, ничего не решало. Сейчас же скорость увеличивается, считая, что вдвое, и имея КД 30 секунд, при смене снаряда без выстрела при изученном перке мы получим 15 секунд. Пожалуй, такой баф можно назвать уже существенным. Но для линкоров с мощными ПМК, мне кажется, до сих пор остается более предпочтительным выбор базовой огневой подготовки. Хотя теперь уже выбор спорный, потому как меткость ПМК без флагов чаще всего хромает. А вот стреляя из ГК, вы можете быть уже более уверенным. В итоге баф получился существенным, хотя бы для лоу-левел линкоров. При пересадке на корабли выше уровнем, лучше апнуть наши ПМК и ПВО, так как толку от них там будет намного больше. Очень тревожное несоответствие было найдено игроками в перках «Основная огневая подготовка» и «Усиленная огневая подготовка». Хоть и описание их не изменилось, но вот перк переставал работать на калибрах выше 139 мм. После вскрытия этого факта на информацию незамедлительно отреагировали разработчики, пояснив ошибочность, бака и все дела. И хоть говорится, нет дыма без огня, лучше на всякий случай скрестим пальцы, чтобы не понерфили. А то мало ли. На второй ступени ребалансу подвергся перк «Эксперт торпедного вооружения». И если для эсминцев все осталось как прежде, снижение кд на заряжание торпед 10%, то для авиков есть ап, и перезарядка будет еще быстрее. В итоге составляя бонус 20%. Так как альтернатив перку на уровне все равно не было, и перк без того пользовался успехом, смысла в апе лично я не видел, но разработчикам точно видней. Что же, и без того мощный класс теперь, возможно, будет еще опасней. Пожалуй, стоит начинать сдувать пыль со своих авиков и вспоминать, как же на них играть. На третьей ступени потыкали палкой перк «Бдительность», который, как мне казалось и раньше, был вполне себе оправданный. По крайней мере для крейсеров. Однако, кэш-баф теперь еще плюс 5%. И при условии, что даже эсминцы США, начиная с 7 уровня, в патче получат длинные, но не быстрые торпеды, возможно, перк дополнительно заиграет и на линкорах. Хотя эсминцам и крейсерам такой бурс точно покажется полезным. Также на этой ступени есть интересные изменения перка «Мастер воздушного боя». Раньше он зависел от скорости, что вызывало споры. Может быть, крейсерской, а может быть, с модификаторами. Теперь все просто. Перк дает бурс на 10% в бою с ястребами авика, превосходящего вас по уровню. Такой ребаланс немного нерфит эффективность применения на авиках с медленными самолетами. К примеру, как у Лэнгли, на котором этот перк отлично работал даже с Хо-Шо. Но при этом такое изменение перка делает его проще и понятней. А значит, пользоваться он будет и точно большим успехом. Да и к тому же он станет полезнее в большем числе ситуаций, нежели это было раньше. А теперь за сладенькое. Перки максимальной цены. Последний шанс, к примеру, будет приносить пользу в несколько раз более существенную, но при этом при меньшей боеспособности. Увеличивая скорость перезарядки и подготовки на 30%, а не на 9. Теперь это действительно шанс в трудной ситуации перевернуть бой в свою сторону, становясь намного мощней. Но теперь этот перк точно сыграет лишь на линкорах. Потому как только лишь они способны выживать долгое время при боеспособности ниже 10%. Также получил ап перк профилактика, который понижает шанс критического повреждения рулей, двигателя или какого-нибудь другого оборудования с 34% до 50%. Ап серьезный. Но вот только станет ли с этим апом перк используемым? Как по мне, ценность даже после такого ребаланса спорная, и я с трудом представляю ситуации, где этот перк действительно мог бы пригодиться. Ведь на шанс уничтожения модуля этот перк вообще не влияет. А вот за 4 очка мы всегда можем взять из последних сил, который позволит нам с критом двигателя или рулей все равно находиться в движении. Причем этот перк на 1 очко дешевле, нежели профилактика. А еще забавный ап перк, который и так на 5 ступени был более-менее перспективный. Мастер на все руки, который уменьшал КД на все умения 10%. Теперь он будет уменьшать КД на 15%. Что же, возможно, таким шагом решили привнести ценности к перкам 5 ступени. Получилось ли или нет, посмотрим, когда это древо перков допилит до конца и представит на основе. В итоге, как мы видим, работа с перками ведется, но не особо, чтобы успешная на первый взгляд. Часть апов лично у меня вызвала удивление, другая почти не стала новостью. А некоторые перки даже с сапом не стали выглядеть вкусными. Но это же все же пока что планы. Чем черт не шутит, может быть, какие-то перки допилят еще, и они станут еще интересней. А пока ждем вестей с цеха разработки и надеемся, что позволят со скидкой поменять перки в случае их изменения. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Не болейте, не скучайте. 7 футов подкилим вам. Пока-пока. Услышимся в новых видео уже очень скоро. Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки, подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного, потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я, выпуская контент практически каждый день, заскучать не получится.